Доброе утро! У нас сегодня такое пасмурное утро. Лолиточку привезла на ресничке. Девчонки, кто просил Пятигорск, пожалуйста. Это район Квартова. Небо посмотрите, какое у нас пасмурное. Девчонок развожусь сегодня. Людмила с подружкой гулять. Лолиточка на ресничке. А мы с Кариной в огороде сегодня. Она уже там траву щипает сейчас. Я присоединюсь. Надо не забыть заехать перчатки купить. Кто сильно по мне соскучился. Просто я уже на трассу выезжаю. Там нечего будет снимать. Сейчас приедем. Переоденемся. Перчатки оденем. И траву нужно щипать. Там Карина столько гортензии высадила. Вчера еще и с работы девочка дала цветы. Она там повысаживала. Нужно, чтобы красиво было всю травку подщипать. Что-то плечо бы лететь. Неудобно спала, что ли. Или погода такая. У меня все крутить начинает. Вчера так хорошо посидели. Хорошо посидели. Так долго ждали вчерашнего дня, чтобы диету нарушить, чтобы тортики покушать, чтобы пинца. Сегодня еще, если получится, надо резину поменять. Я еще на зимней резине еду. Кто поменял резину, девчонки? Не, вернее не так. Кто еще ездит на зимней резине, как я? Никто новейка. Прости, давным-давно переобулись. Я хочу позавтракать. У меня сейчас начнется. Я хочу кофе, я хочу позавтракать. Я хочу кочей. А, иду. Вот видите, у меня какой маникюр красивый сейчас. Покажу, что у меня будет после огорода. Какие ногти будут. Перчатки забыла купить. Ехала всю дорогу, говорила, нужно заехать перчатки купить. Домой приехала. Так, пока стол накрыт, побежала я с зятем второй раз завтракать. Перчатки не купила, в огород не пошла. Я сегодня деловая, колеса я сегодня буду менять. Ага, сегодня у нас ни один бокс не работает. Сегодня праздники, все гуляют, а Нарина решила сегодня будет колеса менять. Завалиточка, валиточка уже позвонила. Че? Я, похоже, получила то, что я сейчас говорю. Посылку? Да. Пойду посмотрю, куда я ее делаю. Это ты цветы заказываешь? Да, гортензию лаймовскую. Уже 500-ю гортензию себе заказываешь. А вот эта, другая будет 2 мая. Это на Валберс или на Озон? На Озон. Тогда и грунт не надо, я потом сама куплю. А за гортензией заезжать? Нет, я ее оказываю... А, уже получила. Поделали детский лепесток. А, понятно. Это вот, что мы в прошлый раз ездили, брали, да? Нет, я не вбирала. Тебе не холодно? А куда ты ее делаешь? Пойду искать, скажи. Интересная девушка у меня сестра. Удивительная. Как меня Инесса называется. Инесса, не только я удивительная в нашей семье, у меня еще сестра удивительная. Что, поехали. На самое главное, назад нужно не забыть купить перчатки. А то без перчатки я свой красивый маникюр портить не хочу. Меня вспомнила. Раньше, когда в школе учились, дома я с удовольствием помогала. Бабушки убирались мы с Кариной дома. Это вообще не проблема была. Для меня почему-то проблема была убираться в школе. Не знаю, что у меня в детской голове было. Я категорически не убиралась в школе. Не ходила на субботники. Я считала, что это должны делать... Ну, там, подметать школу. Дворники должны убираться. В школе уборщицы должны. Не знаю, почему я так думала. А мне все время Татьяна Леонидовна, классная руководительница наша, руки мои показывала, говорит, посмотрите на руки этой белоручки. Не знаю, почему я не любила ни в школе, ни парты красить. Когда в школе парты красили, ну, у меня действительно от краски была сильная головная боль. Еще в детстве. Что-то я не знаю, что-то мне это вспомнилось. Про маникюр сказала, что маникюр не хочу портить. И сразу вспомнила слова учительницы своей. Все, переключимся. Нужно за рулем быть внимательной. Предельно внимательной. Алло, покажи реснички. Как красиво. Это у тебя... Два-два-два-два-два. Эффект Элька. Да? Очень красиво. Такие глазки сразу, как у лисички, действительно. Вот в углу глаза она нарастила, и такое впечатление, как будто ресницы. Ну, и стрелка. Стрелка, да, прокрашена. Ну, да, есть такой эффект. Очень красиво. А ты какие, черные или коричневые делала? Черные. Я всегда черные делала. Красиво. А ну вот тут глаз, покажи. Красиво. Очень красиво. Все, я тоже хочу. Теперь тете нужно тоже побежать, делать такие ресницы, чтобы тетя красивая была. Давай, Люка. Да. Зая, напомни мне купить перчатки. За этим профлайн. А что тебе надо? Ну, ой, в золушку. Мне нужно взять соль для вазы, гель для душа. У нас за шампунями, за гелями для душа. Отвечает Валита. Ну и перчатки-то можно посмотреть. Все, мы поехали. Зая, гель не закрылась. Что-то я еще хотела. Так. Перчаток там нет, какие мне нужны. Тряпочки, тряпочки, тряпочки. Моя любовь, вот эти всякие. Так, что мне тут надо? Мне тут ничего не надо, но хочется очень походить, посмотреть. А, мне нужна салфетка в машину. Вот. Сейчас, если я найду себе какую-нибудь салфеточку в машину, с удовольствием прикуплю. Чуть-чуть они в те дебри залезли. Отряпочек сразу к зубному порошку перешла. Зубной порошок хочу купить себе, потому что зубной пастой не люблю чистить. Если честно, у меня от пасты потом в большинстве случаев в желудок начинают болеть. с отбеливающим эффектом, противовоспалительным. Лимон лучше или мяту взять? Здесь такая жара. Странная женщина, само собой русского. Набрала? Что ты набрала? Я порошок себе зубной взяла за. Хорошо. А что ты еще ищешь? Ну, как-то лежит кроме. Да, я тебе еще раз покажу с твоими красивыми ресничками. Куда заехать? В магазин Патри купить. Что? Так, просите же постоянно снимать Пятигорск. А я забываю. У нас уже тополя расцвели на моей любимой улице, да, Нарит? Ага. Поснимаю вам по Нагириште. Красиво. Не знаю, у меня вот эти тополя высокие и ассоциация сразу с Грозным. Поэтому, наверное, это моя любимая улица. Людей практически в городе нет. Сегодня все на природе, наверное, сашлыки жарят. И погода такая хорошая. Не сильно жарко. И дождя не давали. Идеальная погода. Ну, я бы потеплее бы хотела. А мне такая погода очень даже устраивает. Это наш Комсомольский парк. Цвет машины, да, вырви глаз. Ой, тогда было ехать, неохота работать. Сейчас в огород сразу. Перчатки не купила в Золушке. Сейчас зайдем у нас там, купим перчатки. Все, три минуты счастья. Поровные дороги закончились. Этот райончик я уже снимала. Мечта у нас уже зеленая. Недавно только вся в снегу была. Так, мы сейчас зайдем за перчатками. Если я часто говорю, это чтобы не забыть просто. Ужас. Дали нам в Золушке рекламную акцию, такие фишки клеишь. Тут, смотрите, три полотенца обычных. Обычная цена 1248 рублей. По акции 499 рублей. Но я не думаю, что полотенца там будут очень хорошего качества. Три полотенца 500 рублей. Так оно и стоит. Еще не хотела брать. Она говорит, возьмите. Сейчас буду играться, переклеивать наклеечки эти. Кому делать нечего, да? Я Лариту жду. Лариточка побежала перчатки покупать. Вот тут наклеечки. Обнимашки. Понравилось, да, мамуль? Да. Мамуль, скажи, мне тоже надо срочно потери... Не смеется, когда я себе реснички или что-то делаю. Говорит, ну ладно, они дети, ну тебе-то зачем? Я говорю, как зачем? Я тоже еще хочу быть красивой. Так, сейчас я сниму вам распаковочку. Закружусь, кружусь. Покажу, что мы купили. Что Лариточка нам в Золушке купила? Минутку. Камеру поставлю. На заднем плане Мара хрустит. Так, самое главное, что мы взяли перчатки виниловые и сверху такие вот уже резиновые. Так. Вот такое умоющее средство новое взяла. Даже такое никогда не видела. Было на скидке и я взяла. Вместо доместоса мне девочка продавец сказала очень неплохое средство. Доместос говорит с сильным химическим запахом. Это, говорит, вообще без запаха. Не пожалеете. Взяла себе зубной порошок. Литочка любит всякие влажные салфетки. Мыло взяла жидкое. Взяла вместо доместоса новое какое-то омоющее средство. Сказала, химия и вообще не пахнет. Я посмотрела, она на скидки у девчонки спросила продавца. Она говорит, отличная, бери, не пожалеешь. Это раковину? Раковину, унитазу. салфетки сирене, с запахом сирене. Любит она всякие такие штучки. салфетки. набрала. А салфетки взяла три штуки мне, корейной и себе в машину. Немайские. Корейские маски взяла. А что, ты мне не пользуешься? Нет, нет. Я когда беру что-то в корейском магазине, ну, девчонкам, там, ну, на определенную сумму, когда берешь товар, там бесплатно такие масочки дают. Я бесплатно ну, что-нибудь товары детям приношу, а бесплатные маски, ну, то мне, то Карины не пользуются. Говорит, у меня еще и хвалом с мальчиком. Ну, все, вот такие вот небольшие покупочки. Все, переодеваемся, одеваем перчатки и идем под пение птиц. Каринка уже надергала. Вон полмешка. Так, мы с ней договорились. Вот эта зона ее. Ты, одной мне это чересчур сложно будет. У нас уже клубничка. зацвела. Тут она свою хосту, свои, как это, ее любимые цветы постоянно забываю. Насадила, я говорю, ты за ними сама будешь ухаживать. А моя зона вот эта, что помельче. И вот эти розочки тоже на противоположной стороне. Ну, тут совсем, совсем немножко. тут мне цветок задарила девочка, ты его сможешь оживить. Он уже за два дня у меня листики встали. Он был сухой, сухой весь. Она за ним не ухаживала, но он у нее умер. Вот такие листики все были. сейчас два дня на воздухе побыл, я его обильно поливаю, он у меня отошел. Хотела, честно сказать, выкорчевать, посадить питунью. Мама говорит, не надо, разве тебе, говорит, не жалко. Хотела высадить его в грунт. Она говорит, в грунт высадишь, он погибнет. Его надо будет домой занести. Ну, посмотрим, пока так. Все, я надела теплый, теплый спортивный костюм. Сейчас буду, у меня здесь, где розы, очень много ландышей. А ландыш как паразит, он, когда его сажаешь, он так быстро разрастается, и все, и розы мешают. Если кто вдруг с Пятигорска меня смотрит, кому нужны ландыши, я с удовольствием сейчас их выкопаю. Кому надо, пишите, я вам ландыши подарю. Итак, начнем, наверное, отсюда я начну. Сейчас покажу, в каком это... Вот сначале ландыши. Вот здесь, вот здесь вот уже их Каринка чуть-чуть выкопала, девочкам на работу отнесла. Ну вот до конца я это все буду чистить, убирать. и фиолетовые цветки, и фиалки буду убирать, все-все буду убирать. Виноград, по-моему, он дикий. Он у нас уже лет пять или шесть, и плоды не дает. Все. А у нас, говорят, что, как бы, химии туда пихают, да? Бычки не кушают. Я как-нибудь почти выкину все. С папой тут. Ну тут старая роза высохшая. У меня сил не хватает ее выкорчевать. Наверное, нужно лопатой или как. Надо показать. Ну, может пойти, а может и не пойти. Опа, получилось. Получилось. Нужно чистотел нарвать. Он сейчас самый лечебный. В начале мая и в октябре. Сейчас нужно чистотел собирать. Вот он сейчас, когда он расцвел. А что мне два-три кустика сорвать мне будет достаточно? Он в начале мая лечебный, ну, когда цветет, и потом в октябре, по-моему, в середине октября чистотел надо собирать. я им делаю в горячей ванночке, ну, запариваю в горячей воде чистотел и потом ноги парю. Очень, очень мне нравится эта процедура. Все, я опять плавно перехожу просто на болтологию, отключаюсь. Сейчас покажу, сколько я делаю. Чуть-чуть. Ну, сколько тут? Метра пять только сделала. Очень долго с розой боролась. Вот тут вот старый куст был, еле как его выкорчевала. Так, я закончила, обещала же показать, что я сделала. Труды свои. Чуть-чуть маникюр свой красивый я подпортила. Вот тут чуть-чуть, если видно будет. Ну, ничего, переживем. Все. всю траву тут выкорчевала. Каритон говорит, свое закончишь? У тебя, говорит, лучше получается. Переходи на мою часть. А мы поехали за Людмилкой. Все, Лолиточкина машина уже на ходу. Я уже это не водитель. Я пассажир. Все, на этом буду прощаться. Большое спасибо, что этот влог были со мной. Подписываются новые подписчики, комментируют. очень приятно. Надеюсь, будем дружить. Все, с вами увидимся в новых влогах. До завтра. Субтитры